Итак, мы продолжаем. Вторая карта между TNC и New Esports. TNC достаточно уверенно взяли первую, со своими какими-то там тараканами они ее доиграли. Получилось так, что карта по сути была выиграна за первые полчаса, но потом 15 минут заставили своих фанатов понервничать. Сейчас постараются закрепить преимущество, а New Esports, естественно, очень хотят отыграться. После победы над Fnatic, наверное, ребята хотят теперь большего, чем просто проигрывать NC-02. И сейчас набирают New Esports достаточно хороший такой рабочий метовый драфт. Это бесконечные комбинации, Хроносфера, Арена Марса, Супернова, Макропира. Все это есть и все это вместе очень здорово работает, но с другой стороны у TNC появляется Doom. И у них гораздо более агрессивные герои, просто в разы более агрессивные. И это Doom Медовый. И я вот не помню кто, TNC или не TNC, но вчера уже показывали как раз-таки Doom против такого жадного пика. С Марсом, с Войдом, с Фениксом. Да, это были TNC против команды Boom на первой карте. И там TNC очень уверенно карту взяли. У них, правда, другие герои помимо Doom были. Там был Свен, например, против Войда. Свен под Ораклом. Здесь немного другого формата персонажей. Но все равно это все очень агрессивно выглядит по сравнению с драфтом команды New. У New все завязано на комбинациях, все завязано на кулдаунах. У TNC такой проблемы нет вообще. Самый большой кулдаун это Doom, но и без него пик очень боевым выглядит. Тут все будет зависеть от того, насколько хороший темп TNC возьмут, насколько хорошо New Sports будут нажимать свои кнопки, когда начнутся тимфайты. Потому что вчера, например, ребята из Boom, играя с Войдом, умудрились хроносферу поставить в пол просто. И в ключевой драке, соответственно, ничего не показали. И там TNC уже дожали. Добирается Аркварден на ласт пик для команды TNC. Но выглядит мощно. У них 4 таких темповых очень персонажа. Плюс Аркварден как план B, а то и C. Мне нравится то, что набрали TNC. Так, ну ласт пик от New. Нужен герой в центр. Этим героем становится Шторм Спирит. О, это мой любимый герой. Нет, на самом деле. У меня теперь 3 персонажа, которых я искренне не люблю. Не люблю, потому что они в этом патче являются бесполезными. По винрейту. Исключительно статистика. Не то, чтобы я в принципе этих героев не любил, но статистика говорит о том, что они откровенно плохие. И они продолжают втроем держать вот эти места с ботом 3 по ботом 5. Я беру героев с большой выборкой, поэтому Дазла и Хускара в принципе можно вычеркнуть. Там 7 и 16 карт. Это как-то несерьезно. Сложно их оценивать здраво как-то. А вот Шторм Спирит, у которого 101 карта и 29% винрейт, я думаю оценивать можно. Но герой слабый получается. Потому что пикают его не только слабые команды, но и сильные ребята. Тир-1 команды его тоже пикают и тоже с ним проигрывают. Вторым таким героем является Лайфстилер. У него 33% винрейт, почти 34. Немного даже поправил. Ну и еще одним героем, конечно, является мой любимый Брюмастер. Я все его жду. У меня уже стрик 20 карт. Комментирую, как он проигрывает. Может быть на этой лиге увижу 21. Надо уже на третий десяток переходить. А может счетчик обнулиться. Еще одним плохим героем в этом патче является Тускар. Он прям присоединяется к этой группе. У него пиков еще больше, 107. А винрейт 35%. Я не знаю. Я вообще не верю здесь в Шторм Спирита как в персонажа. Но я могу там логически понять, для чего он берется. Он берется в том числе для того, чтобы находить Арквардена. Чтобы цеплять Арквардена. Потому что до этого героев таких не было. Мог, наверное, это делать каким-то образом в Войт. Но, опять же, не сразу далеко. Талант, наверное, надо было бы брать на Таймволк обязательно. Потому что Аркварден все равно занимает позицию такую, что Войт до него может не допрыгнуть. Шторм может допрыгнуть всегда. Но, как бы, как бы вот. Вот, что выключает Шторма на протяжении всей игры. Не знаю. Мне не особо нравится, что набрали Нью. Это на бумаге вроде как должно работать. И против героев ТНС в том числе. То есть Шторм, Варквардена. Хорошие комбинации. Но я понимаю, что это все исполнить нужно не один, не два и, возможно, не пять раз, чтобы добиться успеха. ТНС, ребята, опытные. Они просто не позволят. ТНС в макроигру со своим Аркварденом просто будут разрывать, я уверен. В макроигре в Азии практически нет равных. То есть даже какие-то Фнатик в лучшей своей форме. Именно в плане макроигры. Я не могу сказать, что они сильнее, чем ребята из ТНС. Фнатик могут их катком задавить, Фнатик могут там тимфайты лучше проводить. Но если игра затягивается, если проходит там минут 40, переиграть в макроигру ТНС в Азии практически никто не способен. И я думаю, что это будут единичные какие-то случаи. В ТНС есть привычка проигрывать там за полчаса 15 тысяч. Да, там сложно. Но если игра примерно равная, если они даже немного уступают, то потом за счет правильных решений на карте они все равно выигрывают. ТНС потихонечку возвращает свою былую форму. Форму осени прошлого года. Сейчас как раз осень. Может быть, это их время как раз. И мы ТНС увидим в гранд-финалах хотя бы онлайн-лиг. К сожалению, без ладов. Но хоть что-то видеть очень хочется. Ну и посмотрим. Наверное, Шторм Спирит именно стоит против Дума очень неплохо. За счет того, что как минимум в Реджевик. Есть нюк, который мешает Думу. Но вот так в контактный, конечно, бой идти. Возможно, не стоит. Думаю, очень такая увесистая тычка. Армел играет через Девауэр. Я думаю, что против Шторма есть смысл его вообще максить. Даже на пятом левеле. На третьем-то 100%. На пятом тоже. Просто, чтобы был крутой реген. И из-за того, что не просто вот так вот сражаться с ДДЗ. Потому что ДДЗ его будет на дистанции постоянно держать. Просто, чтобы регениться, регениться, искать какого-то крипа. Не терять деньги. Компенсировать Девауром потерю денег, которые с линии не добирает Армел. Ну, вчера Армел крутую доту показал на Адуме. Он был самым богатым героем на карте. Он разорвал просто команду Бум на первой. Пока что он начинает лучше всех. Ладно, давайте по другим линиям пройдемся здесь. Ну, КП пока тоже проблем никаких. Он здесь доминирует на линии. Он здесь никого не боится. Его невозможно здесь как-то харасить сильно. Ну, Джакира обычно это делает. Но у Джакира маны не так много осталось. Один заряд Мангуса. Тут скорее Тимса будет отвлекать на себя Джакира. Соответственно, Сикер постоит спокойненько на линии. И может быть даже Войда будет как-то переденаивать. Урона у них одинаковое количество. Но я вот не знаю, на ком вам нравится больше тычка. Просто анимация атаки. На Войде или на Сикере. На Сикере, по-моему, очень приятно крипов добивать. Не то, чтобы это на что-то повлияет в игре, но если КП получит хороший старт, он хотя бы будет при деньгах, как на прошлой карте. Потому что, повторюсь, КП очень часто играет вообще такое чувство, что без денег. Его не интересует в игре. А на Сикере получилось уже хорошо. Получилось заработать. На топе, тем временем, Винга Варден. Сама по себе связка на протяжении всей игры достаточно сильная. Может быть, на линии Марс Феникс и способность с ними хорошо стоять. Но потом на дистанции Арк Варден плюс Веншфол Спирит это просто выглядит очень мощно. У Марса извечная проблема. Он не умеет фармить, если особенно не зарабатывает какие-то киллы, если не гангает со своей арены. Тем временем, погибает именно Джакира. Ну вот, ТНС начинают выигрывать оффлейн. В миде я вижу равенство. Там немного совсем вперед выходит Шторм. Ну, равенство еще и по количеству ХП, которое осталось у игроков. У Шторма есть Ботл для того, чтобы восстанавливать здоровье. У Армела есть Деваур. Под Тангусом 17 единиц в секунду. Очень много. Пошел искать Крипа какого-то. Но нет, Крипа пока не съест. А вот куда он пошел. Интересно. А руна. Так, здесь Армела на самом деле очень много урона сейчас получит. Там Хаста. Вот сейчас Армел мог за ней выезжать. Вот прямо сейчас беги, Армел. Нет, отдают ДДЗ. Может быть, Феникс боевая передел. Но хотя бы Шторму бы не оставил. Так, где сейчас ДДЗ может с позиции силы поиграть? ДДЗ на прошлой карте на морфинге был хорош. Очень наглеет сейчас Хастой. Очень наглеет. И, возможно, эта наглость закончится первым фрагом. Да, это минус Тимс. Армел тоже пытается как-то жить. И минус Барри. И Армел-то тоже погибает. Вау. Ну вот что значит, что ставили Шторму Хасту. Шторм получает шикарный старт за счет этих двух убийств. XP очень много получил. Взял шестой левел. У Дума только-только взят пятый. Вот это звучит очень хорошо для команды Нью. Может быть, с таким более классическим драфтом они нам покажут, за счет чего они выигрывали вчера Фнатик. То есть, по сути, драфт, который они набрали, он хороший. Если мы не смотрим на винрейдж Тарма, на остальных героев можно спокойно посмотреть и увидеть безумно сильный тимфайт. И, как обычно, там вводят килл любого и все такое. Но это все надо исполнить. Вот именно здесь и будет проявляться класс команды. Как они будут эти кнопки нажимать. Как часто они будут это делать. Как они будут с атаками ТНС справляться. Потому что у ТНС пик все-таки поагрессивнее. Кематэ. Надо прыгать. Прыгнул. Все нормально. Вот сейчас прыгнуть не сможет. Ближайшие 15 секунд. Кейпин, наверное, даже разворачиваться не стоит. Надо просто стоять и бить. Ромал пытается успеть получить шестой левел. Нет, он на пятом левеле не взял себе Девауэр. Он взял себе землю. Ну, по крипстату начинает проигрывать Армел. И по деньгам мы видим, тоже есть разница в четыре сотни. Сейчас Армел хотя бы забрал руну. Не оставил шторму. Гэби левел 5. Через Мидас будет играть, очевидно. У него есть уже перчатка. Два Рейсбенда. 850 золота. Хороший фарм показывает Гэби. Так, интересный был телепорт. Только что, видимо, в центр. Потому что здесь нападение было на шторма. Этот телепорт, конечно, сбивается. Прилетает Моза, но... ...его здесь не хватает, чтобы шторма спасти. И вот первая реализация Дума. При помощи Тимса. Параллельно убивают Марч. Потому что телепорт, видимо, сбил. Феникс. Феникс. Феникс тоже погибает. Ну и Гэби зарабатывает свой фраг. И Тинси выходят вперед по убийствам. 4-3. Такая интересная карта получается на старте. Везде киллы. Экшн в центре постоянно. Ну и шторм. Планирует выходить. Планирует выходить. Но Гэби уже под вышкой. Туда заходить без арены Марса... ...не просто будет. Опять же какой-то телепорт от Винги. И вот она как раз летит сюда. Гэби прячется просто в лес. Получает экспу. Совсем скоро купит себе Мидас. И начнет фармить. И фармить будет быстрее, чем Войт. В разы. Полтора, в два раза, может быть. Находит Вингу. Убивает. Гэби понял, что запахло жареным. Просто улетает. Правильное решение. Улетает центр. Дум линию освобождает. Дум может и в лесу постоять. Скоро и Гэби сможет в лесу постоять. Главное Мидас дофармить. И дальше все. Гэби пропадет с карты. Вообще смотреть за тем, как Тинси играют с Аркварденом... Это не то, чтобы... Там великое удовольствие какое-то. Опять же, учитывая медленный стиль игры Тинси, тут карта может на час затянуться вообще легко. Но я не помню реально, как они играют с Аркварденом. Сто лет его уже не видел. Просто знаю стиль Тинси. И знаю, что из себя Аркварден представляет. Очень мало игр бывает, где этот Аркварден там... Играет за полчаса, например. Те же Нигма, да, показывают Арквардену постоянно какие-то продолжительные игры. Пока там Миракл всех крипов убьет. За себя и за всю команду в том числе. Пока они там камбэкнут. Пока они запушат. Пока они Петрашанов убьют. Это все всегда очень долго. Но это Аркварден. Просто такой герой. Здесь нападение на Джакира. Джакира не убили, кстати. Лол. А теперь будут убивать Марча. Арена, хорошо. Армел с ультимейтом, если что. И вот здесь интересно, как разыграет Армел. 2 в 3 тоже не хочется. Земля заканчивается. Дум все-таки используется. Но Дум скорее защитный. Потому что атаки от ТНС уже не будет. И Кейпи просто пытается бежать. Да, Дум, чтобы Шторм никого не цеплял. Но Шторм уже был без маны. К большому счету он был же не опасен. И мана регена у него никакого не было. Ну вот так. То есть ТНС даже здесь не стесняется выбрасывать свои главные способности. Потому что понимают, что в затешной игре у них тоже есть все шансы. У них Аркварден. Но ведь любая трата Думы это просто увеличивает продолжительность карты. Потенциаль на пару минут. Потому что ТНС просто никуда не попрут. Нью. Ну может быть Нью куда-то полезут. Пока лезет Феникс. Лезет вообще не в ту степь. Надо улетать. Улетает. Хорошо, кстати, ловят Дума. Там земля работает. Регена Деваура работает. Хроносферу ставить не хочется, конечно. Возможно, надо было. Армел до сих пор под землей бегает. Надо добивать. Надо добивать обязательно Армела. Он очень, конечно, быстро передвигался. До поры до времени. Но копьем его сумели поразить. И 6-4 уже ведут Нью. Давайте на Гэббе у него смотреть раз в 5 минут. Просто что он успевает купить себе за 5 минут. У него сейчас 500-600 золота. 10,5 минут. Ну, потому что неинтересно смотреть за Арквардом, который просто фармит крипов. Интересно будет посмотреть за Думом, который скоро будет с ультимейтом. За Штормом интересно посмотреть. У которого есть ПТ, который покупает себе Сайленс. Интересно. Сайленс, кстати. Пока ничего на защиту от Дума. То есть... Расчет на то, что сам Шторм будет первым убивать. Сикер снова будет играть через Пайп. Здесь, наверное, Пайп мастфер-артефакт. Слишком много магического урона. Один Жакира способен выдать. Но остальные герои тоже не лишены его. Армел просто копит на Блинк. Марчу бы 6-й левел взять. 12 минут почти прошло. Тут, кстати, атака на КП. Помочь некому. КП будут продавать. Что в левела нет. Телепортов тоже не вижу. Рапчер тратится. Так, стан. Для профилактики. На топе также экшен. Нападение на Джакира. Джакира шансов мало. Фраг достается Армелу. Ну, разменялись. Правда, разменялись лучше, конечно, для себя. Не он. Они убили героя более важной позиции. А еще и Марча могут убить. Пригвоздили. Хорошо. Марч. Свап по-прежнему нет. Да и свапаться не с кем. Марча надо просто взять и добить. Однако здесь есть Тим. Здесь есть Гэби, который просто уничтожает Феникса за пару секунд. Не добили сразу. Урона не хватило. И Марч заводит в ловушку команду Нью. Две тысячи, кстати, ведут уже Тинс. Я здесь. Я матеха. Ультимейт-то есть. Надо просто повесить. Но это очень сложно повесить Дум на Шторма. Потому что он летает. Пока этот Дум замахнется. Вообще нелегкая задача. Поэтому забил он на Шторма и выключает Войда. Это тоже хороший фраг. Это тоже важный герой. Это герой, который сам по-своему медленнее фармит, чем Аркварден. И сейчас еще их таверку посидит. Арквардена правда добили. В том числе. Армелла подходит. Кейпи. Не заморозили Кейпи. Надо отступить. Земля появилась у Армелла. Вообще на Думе не очень круто драться, когда у тебя земля в КД. То есть в эти моменты, когда она у тебя есть, ты очень силен. Ты быстро передвигаешься. Ты много урона способен нанести на таком этапе игры. Но как только земля в КД, ты просто превращаешься в тушку, которая ничего не делает. Тимс. Какая-то мека появится. Три тысячи за Тинси уже. У них два быстро фармящих героя. С этим ничего не поделать ребятам из Нью. И как-то останавливать их слишком сложно. Опять же кулдауны. Опять же на Дума пока ресурсов не хватает, чтобы в секунду его убить. Зато хватает на Арквардена, если его находят. Аркварден. Да. В этом плане Нью действует очень здорово. Находят Вардена. Ставится арена, но арена такая, при которой атаки не будет. Главное, что Марш сам спасся. А вот Марш не спасся. И КП тоже может погибнуть. Да, очередной эпизод за командой Нью. Они отыгрываются. Отыгрываются по деньгам полностью. И еще и стаки находят. Вообще, звучит как план зафармить стаки. Просто навалиться вчетвером. Это ведь тоже деньги. Тинси не идут за них сражаться. И сейчас полностью у нее отыграются. По экономике. Марш очень бедный. Он спустя 15 минут привычно занимает шестую строчку. Не сказать, что как-то смотрится. Надо тогда как-то усилять команду. Покупать слоты на команду. Вот Пайп вроде в планах. Блин, для того, чтобы инициировать. А так это герой, который будет просто давать арену и копье. И на этом его полномочия будут заканчиваться. Если успеет что-то купить себе на усиление команды, будет еще и бафить команду. Так, чтобы этот Марс наносил кому-то урон. Кого-то убивал. Такого может не быть. Причем шансы на это достаточно велики. Вышка падает. Очень поздно Тинси сносят Т1 снизу. 16 минут позади. Вышка упала только сейчас. С Тинси нажимают смок и пошли в атаку. Куда и за кем. Идеальная цель, конечно, шторм. Дум появился. Но Марс... От Марса тоже не откажется, скорее всего. Копье мимо. Марс увидел эту атаку. Шторм полетел, находит здесь Гэбби. Ну, это отличный соло-фраг. Пока шторм отрабатывает и свою функцию выполняет. Короче, чего его, в принципе, брали. Барри. А мы хоть одну Суперном увидели? По-моему, нет. До сих пор не видим. Здесь Дум на блинке врывается. Ставится хроносфера. Неплохая в две цели. Урона хватит в КП. Потому что шторм тоже присоединяется пока. А, ну Дум потратил свой ультимейт. Размен пока 2 в 2. Ставится Супернова после байбека Феникс. Надо Армелу отсюда бежать. Потому что, может, застанется и погибнет. Да и так, скорее всего, погибнет. Как если бы у Дизибломана. Ну ладно, его Барри сожжет ведь. Нет, не сжигает. Армелу ходит на блинке. На блинке. Круто. Круто действует не он сейчас. За счет байбека на Фениксе получилось. Потому что без байбека бы справлялись. Но в любом случае, они убили Вардена. Опять же, респект шторму. Убили Сикера. А здесь Яматех. Яматех, если честно, не впечатлил на Гирокоптере. На Войде пока тоже не особо. На Войде получше, конечно. Он и фармит поинтереснее. Но вот это что такое? Где? Почему он здесь? Почему он находится здесь? Наверное, не та позиция, где Войт себя безопасно чувствует. Он может спокойненько крипов бить. У него-то Мидас отсутствует. И поэтому... Любая смерть просто будет увеличивать разницу между ним и Варденом. А шторм не всегда будет находить Гебби. Просто не всегда. Это невозможно. Простаивает Мидас. Сейчас крипы появляются. Нажал. Бутсов Тревел появляется у Арквардена. Никак не защищает Водж-шторма. Но позволяет быть очень мобильным. Передвигаться по карте. Здесь тем временем ДДЗ убивает Дума. Хорошее убийство. А там уже и Сайленс, и Кая. Не, это хороший шторм. Он действительно молодец. Вопрос только сработает ли статистика и выиграет ли он. В центре там еще и Арену поставили. Кипи не убили. А тут Рошан падает. Как-то внезапно Нью заходит в Рошпит. А Дума-то нет. А в Квардена нет. Как втроем драться? Втроем ресурсов не хватит. Там герои Нью без маны, конечно, находятся. И нет Арены, нет Хроносферы, нет Макропиры. Марч там подходит. Ставится Супернова защитная. Просто отзонить. Шторма чуть не убили. Шторма чуть не убили. Все-таки Пангольер застрял. ДДЗ до сих пор живет. Его не убили. Как же так? Тинси придумывали все очень хорошо. Но разменялись пока один в один. Сейчас второго героя тоже наверняка убьют. Самое главное, что Шторм не потерял свой Егис. Это очень важно. Бе-бе. Ну, 10 минут, да? Почти прошло. Как я говорил, что будут смотреть каждые 5 минут на него. Что кроме Медаса, Молнии и Трэвла? Полторы тысячи. Это не самый богатый Аркварден, я думаю, которого вы видели в своей жизни. Не лучший у него ГПМ, но... Тут и не дают ему это делать. Объективно Шторм работает по этому Арквардену и работает хорошо. Шторм пока, в принципе, смотрится. В плане полезности Зи, мне кажется, здесь вопросов никаких возникать не может. 8-1-5. Он участвует практически во всех убийствах. Он очень активен. Он не умирает, он не фидит. У него топовый левел на карте. Топовый практически нетворс на карте. Ну, проигрывать Арквардену какую-то тысячу не стыдно. А еще он вот так находит людей, убивает их в чужом лесу в очередной раз. И оформляет себе монстр килл. Тут, конечно, куш кто-то сорвет, когда убьет его. Если убьет его. Так, наверное, будет правильнее. Потому что ТНС, как показывает практика, могут за 15 минут не сделать ни одного фрага, введя в счете 8-1. Может, Шторм ни разу больше не погибнет. А у Шторма еще 2700. Он уже очень опасен. Постоянно руны собирает. С ДД. Не в первый раз мы его видим. И влетает. Или не влетает. Влетает все-таки в Марча. В Марча это просто легкое убийство. И Годлайк зарабатывает себе ДДЗ. Он крутой. Он просто крутой на этой карте. Красавчик. Молодец. Надо керировать. Если у Яматеха не все получается, то надо, чтобы кто-то за него выполнял работу. И пока две карты подряд таким игроком становится. ДДЗ на разных героях. Здесь ставится хроносфера. Не жадничают. Хотят убить Тума. Потому что у него есть ультимейт, который может пытаться выключить Войда. Например, он успевает. А вот Армелла убить не успели. Ну как же так? Он атак в итоге погиб. Шторм был не рядом с командой. Вот сейчас он влетает. Влетает на Армелла. Однако здесь Блинг. Блинг куда-то на базу. Ой-ой-ой. Там Шторм не ошибается? Нет. Он не ошибается. Этот Шторм не ошибается. У него есть Аегис. Поэтому он мог себе это позволить. Он понимает, что если погибнет сейчас, то дальше он просто улетит. А вот что в тайминге? Что с таймингами? Сейчас интересно. Все-таки с таймингами все хорошо у команды ТНС. И Шторма убивают второй раз подряд. И куш срывает товарищ Тимас. Эх, неон-неон. О, нью-ню. Господи, почему я их неонами называю? Наверное, до сих пор под впечатлением вчерашних драфтов команды Нью. В общем, нью. Не повторяйте ошибок ТНС. Не надо жадничать. План был хорошим, наверное, от Шторма. То есть убить Дума. Знаешь, что у тебя Аегис, который скоро закончится. Ты можешь погибнуть, улететь. Но отсутствие защитных артефактов. Фактор того, что все-таки есть такой герой, как Сикер. Сыграл неосторожно. Был наказан за это. План был неплохим. Но не получилось, бывает. А ТНС тем временем ведут уже 5000. А Гэби продолжает отрываться от Войда. И разница между ними уже 5000 как раз. Вот вам и Яматех. Сейчас откровенно просто урона не хватило. Я уж не знаю как, но они не пробили этого Дума. Они его не пробили. И он успевает нажать свой ультимейт. Так, здесь арена ставится на Пангалера. Пангалера вообще попробую убить еще. С грибсами. Он мобильный. Марч скоро доберется до 12-го левела. У Армела 15-й усилил свой деваур. Армел просто побежал на всех парах. Землю включил. Стан у него есть. Так, шторм. Дум только через 15 секунд. Гэби начинает ломать вышку. Немножко быстро падает. Надо добить просто. Ну или закончится просто иллюзия. БКБ. Довольно ранний Блокингвар. Для такого героя как Аркварда. Но здесь ситуация обязывает тебя покупать. Иначе шторм жизни не даст. Шторм пикался. Сленаправленно. В Арквардена. Пасет со шторма. Остальные не так опасны. Воет вообще не опасен. Не знаю. Пока этот воет... Ну не дает того импакта. Который от него ждут. Хроносферы вроде ставят. Иногда даже не по одному герою. Но... Это все пока не особо работает. И остальные герои тоже вместе не комбинируют. Тимс планирует брать себе он диск. Интересно. Вот сейчас драка может какая-то произойти. У Тинси здесь стоит Т1 вышка. Поэтому герои прилететь успеют. Главное Армелу сейчас не подставится. Хотя у него есть БКБ. Тоже чем дальше, тем сложнее против БКБ работать. Нападают на Тимса. Контратака сразу же включает БКБ Дум. И повесил свой ультимейт на шторма. И нужны тиммейты на помощь. Хоть какие-то. Потому что Армел, конечно, танк тот еще. Но один в пять он не справится. И шторма... Хватит ли по нему урон, не знаю. Здесь Супернова быстро сломают. Убивают шторма. Ставится хроносфера. Супернова не успевает взорваться. Минус два уже в размен пока на Армелу и Тимса. Но Яматех он без всего остался. И как же расстреливает его здесь Гэби. Минус три в исполнении Тинси. И четвертый герой тоже погибает. Без шансов. И... Насколько же Армел умница, да? Насколько же он здорово прыгнул. Ну, то есть... Тимса убили, во-первых, не сразу. В ту же секунду, как напали на Тимса. Армел оказался рядом со Штормом. Моментально вешает на него Дум. Включает БКБ от греха подальше. Чтобы какой-то там контроль не словить. И... Тиммейты как раз полетели на эту самую Т1-вышку. Все очень четко сделано. Командой Тинси. Идеально было бы еще и Дума не потерять. Ну и так сойдет. Потому что Гэби продолжает убивать людей. У него продолжает расти Нетворс. И уже не тысяча разница между ним и Штормом. А... Целых семь. С копейками. С Войдом там и сравнивать нечего. Там пропасть. Войд планирует брать себе БКБ. Но от Дума это его никак не спасет. Армел дальше будет брать себе Аганим. А тут Рошан, кстати. Через 2 минуты уже время подошло. Уже Арквардер. Посмотрите, да? Что творит. Сейчас он будет заходить вот так. Избивать Амадеха, например. Бить Вышки потихонечку. 3 удара Амадеха без здоровья. Силы тьмы используют сканирование. Барри просто лететь. Барри улетел. Кейпи на Сикеры повторяет свой билд с прошлой карты. Ну тоже Пайп, тоже Ротфотос. И обратите внимание, да? Опять Шторм Спирит. Какой шикарный старт. 8-1-4, да? У него статистика была. 8-1-5, что-то в этом духе. Стрики какие-то бешеные. Убивает по всей карте. И Варды на этого убивает. Но герой не выигрывает в доту. Тут так уж получается. Как выиграть в доту на Шторме? Научите. Так, здесь Сармал нажимает БКБ. Гэбби. Гэбби бьет. Шторма как раз таки. Ну как здесь выживешь? Минус, Шторм. А и минус войд в том числе. Вот этого я не заметил. Но если еще и минус войд, то здесь уже некому драться у команды Нью. И поэтому Тинси их будут добивать. И возможно даже подумают о заходе на хайграунд. Потому что два вышки снизу нет. Ничто не мешает подниматься. Крипы идут вместе с ними. И Тинси пойдут. Пойдут разводить на байбеке. Из плюсов есть хроносфера по-прежнему. То есть никто не отменял хроносферу в пятерых. Из минусов ее не будет в пятерых. Увы. Сейчас глиф закончится. И вышка будет падать со скоростью света. Возможно придется отдавать первую линию. Команде Нью. Если выкупятся, то без экономики останутся два главных героя. И там уже Арквардена просто не победить. У него Хекс есть. Еще один контроль. Бой до БКБ нет до сих пор. У Шторма БКБ. Даже не планируется. Там линка будет. Но опять же, эту линку собьют всегда. Минус одна сторона. Вот команда Тинси. Им достаточно. Они могут на Рошана сходить. Армел. Очень полезный дум. Может подумать о какой-то Кераси на команду. Может подумать о Шиве. Любой из этих предметов, по-моему, будет полезен. Это, конечно, успеет накопить. Такими темпами игра после одного файта закончится. Где-то на базе команды Нью. Войт докупил себе БКБ. Скринти поймает дуб. Убили Мозуна. Есть байбэк. Вот Жакира ставится арена. Яматех ловит дум. Яматех ловит дум. Яматех не вешает хроносферу. И Яматех погибает. Скорее всего. Да, он сейчас просто догорит. Параллельно убили пока что только Тимса. Минус Феникс также. Вот Тинси. Шторм пытается уйти. Но там без Войда остались, ребята. Без Войда, у которого по-прежнему была хроносфера. Я же говорю, скринти поймает дум. И заход будет по второй линии. Тинси пойдут заканчивать серию. Шторм. Он попытается, полетает еще что-то. Что-то поделает. Но с Гэби он не сделает ничего. На таком этапе. А вот с Джакира команда Тинси вот, что будет вытворять. Джакира это ходячий фраг уже на таком этапе. Даже без Тимса легко здесь Тинси справиться. Их больше. В два раза больше. Войда появится только через 15 секунд. Ну и все. Тинси отступят. Им нет смысла здесь оставаться. Они по-прежнему не добили Рошана. Не знаю. По-моему, здесь просто разный класс команд. Вам не кажется? Ну, то есть, лучшие исполнители в доту играют. Диди Зи. Молодец, красавчик. Хорошо. Хорошо, но недостаточно тебя одного. Яматеха, Гэби, по-моему, между... Это просто разного уровня игроки. Разного класса игроки. Ну, на первой позиции, да? Один керирует вторую карту подряд. Второй... Вторую карту подряд, к сожалению, ничего не делает толком. Гирокоптер был ужасен. Войт его тоже ничем не выделяет. Хорошим. Ну, и Т2-вышка по центру сейчас будет падать. Все эти комбинации хорошие, когда вы умеете их нажимать. Когда... Ну, все как-то совпадает. Все в тайминг. Хроносфера в несколько человек. Там Супернова, которая взрывается после хроносферы. Можно это все делать после арены Марса. В хроносферу залетает Макропира. И все вот это работает вместе. И вы, нажав все свои кнопки, всех убиваете. Да, это, наверное, круто может сработать. Но это не работает у команды Нью, к сожалению. Сейчас не работает Феникс. Он погибает, снова не нажимает Супернова. Там Марч сейвит Гэби. Вот на хроносферу. Ну, смотрим. Минус Марч. Этого недостаточно. Надо убивать хотя бы КП еще. КП бьют. КП неплохо бьют. Яматех. Да врывается Дум, кстати, хорошо. Вдвоих. И... Марс погибает. Марс выкупается. Хроносферы не осталось. ТНС полным составом. Штор там продолжает летать. Летает, летает, летает. Туда-сюда, обратно. Улетает на фонтан. Восстановить ману. Маны не осталось. Ну, и ТНС делают мягк крипов потихонечку. Пыталось просто добить бараки. Не, это легкая серия для ТНС. Легчайшая серия, я бы сказал, для ТНС. Сопротивления не было. На первой карте то, что там они сами под фонтаном себе немного заруинили и закончили позже. Но это сами ТНС виноваты. Это не то, чтобы Нью там как-то повлияли на это. ТНС сами против себя играли в доту на первой карте. Здесь они... Я даже не знаю, против кого в доту играют. Против ДТС они играют в доту. Против Яматеха не играют в доту. Они просто бьют Яматеха. Снова вешают на него думы. Он снова не нажмет ни одной кнопки. Снова погибнет. Не его сегодня день. И мучения команды Нью заканчиваются. 2-0. ТНС крайне уверенно подтверждают статус фаворита. Отличная игра в их исполнении. Если эта команда берет себе медового дума, то этот медовый дум регулярно приносит огромный импакт. Тармелл молодец. Гэби красавчик керирует. ДДЗ респект за борьбу. ТНС были лучше. Вот такая получается у нас первая серия. Если честно, ожидал большего от команды Нью. Я хотел посмотреть, как они вчера побеждали Фнатик. Может быть, хотел увидеть что-то подобного и здесь. Чего-то подобного. Но, увы, ТНС просто сильнее. И будем смотреть дальше Фнатик. Дальше Фнатик против 496 Гейминг. Команда 496 это команда, которая играет тоже в довольно странную дот. Не в такую странную, как Неон. Вообще, Неон Бум сегодня суперматч. Я рекомендую его посмотреть. Это будет третья серия. Ну, а мы уйдем на перерыв. Будем ждать Фнатик 496. Я думаю, минут 10-15. И мы вернемся. Фнатик 496. Продолжение следует...